Второй дальневосточный форум отельеров открылся в Хабаровске. Участие в нем принимают специалисты гостиничной отрасли со всей России. В течение двух дней они будут делиться друг с другом лучшими практиками в сфере сервиса, обслуживания и гостеприимства. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. Гостиничный бизнес во время пандемии коронавируса испытал шок. Во многих отелях пришлось сократить персонал, рабочий день, а некоторые гостиницы закрылись. Сейчас отрасль понемногу восстанавливается. На замену приходят новые отели, базы отдыха, идет обучение новых сотрудников, разрабатываются новые концепции привлечения туристов. Такая фишка появилась, как камбэки в прошлое. Мы устраивали день пионерии, например, и люди очень с удовольствием пришли, чтобы походить в пионерских галстуках, чтобы поесть бычков в томате. Развивается и гостиничный бизнес в интернет-пространстве. На замену известного зарубежного сервиса для бронирования отелей пришли российские аналоги. Их функционал пока не идеален, но на пути к этому. Функции те, к которым привыкли и европейские гости, и даже российские, ну, возможно, еще не адаптировали свои программные продукты. Но системы достаточно сильные уже были на тот момент, когда еще присутствовала система та. И сегодня есть лидеры рынка. Обменяться лучшими практиками гостеприимства и сервиса в Краевой Центр приехали отельеры со всей страны. По словам специалистов гостиничного бизнеса в России и в том числе на Дальнем Востоке, упор идет на внутренний туризм и гостей из дружественных стран. Востребованы и хостелы, и пятизвездочные отели. Студентам интереснее компании заселиться в хостел, да, а семейной паре уже интересно не в трешке, а в четверке отдохнуть. Поэтому тут однозначно говорить о том, что просто мы идем в сторону удешевления коллективных средств размещения, нет. Мы скорее имеем, в том числе на рынке хостелов, повышение качества по уровню предложения. Дальневосточный форум отельеров продлится в Хабаровске два дня. За это время участники обсудят самые важные в гостиничной сфере вопросы. Постковидный сервис, потребности гостей, работа с коллективом, современный комфорт с использованием передовых технологий. Анастасия Привецкая, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния».